Добрый день, в эфире телеканала Югра Новости. С вами Наталья Акст. За прошедшие сутки в Югре ликвидировали 4 лесных пожара и обнаружили одно возгорание в советском районе. Очаг находится вблизи железной дороги. Сегодня на территории Югры сотня специалистов тушит 3 лесных пожара на площади более 170 гектаров. Все они локализованы. С воздуха ситуацию отслеживают 10 самолетов. Вертолеты находятся в дежурном режиме. Сейчас ведется наблюдение за двумя термическими точками. Одна в Белоярском районе, другая в Сургутском районе, где возникло ландшафтное возгорание. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет. Отмечу, что в сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество возгораний с начала сезона до августа увеличилось вдвое, до более полутысячи. А вот пик горимости в прошлом году пришелся на конец августа, тогда как в этом на конец мая и июль. В целях повышения эффективности работы лесопожарных служб нашим в прошлом году был разработан и в этом году реализован план дополнительных мероприятий. Сокрещена зона контроля на 2,7 миллиона гектаров и увеличена охраняемость зона до 44,2 миллиона гектаров или 83% от площади автономного округа. На остальной территории мониторинг осуществляется при помощи космических средств. Для изменения этой зоны мы изменили маршруты патрулирования. Их сейчас всего 19, протяженностью почти 10 тысяч километров. На 42 человека пополнились ряды парашютной группировки. Теперь это 214 специалистов. Также увеличено количество летных часов самолетов Ан-2. И создана система лесохранитель. В постоянном режиме за обстановкой следят 77 видеокамер, установленных в населенных пунктах. Эта система помогает выявлять очаги и следить за развитием возгорания в реальном времени, а следовательно принимать оперативные меры. Кроме того, введено дополнительное примирование затушения очагов в первые сутки. А еще предусмотрено вознаграждение за предоставление достоверной информации о виновнике возгораний. Кто такие стерхи и почему их так почитают в Югре, узнали дети из Макеевки, которые проводят каникулы в нашем округе. В Сургутской галерее современного искусства, названной в честь краснокнижной птицы, для ребят провели эколого-просветительский квест. Вообще, на экскурсии в стерхе макеевчане уже бывали. В частности, на выставке нижневартовских художников оценили корабли, пришвартованные на берегу Ваха, гобелены и скульптуры, а также графику. Но и помимо экспозиции, галерея в сотрудничестве с юганским заповедником уже много лет реализует проект, посвященный белым журавлям. Из-за того, что в нем есть и соревновательный момент, квест назвали стерхиадой. Играя, можно узнать много интересного. Например, то, что выросших без родителей птиц люди учат летать с помощью дельтапланов. Напомним, «Лето в Югре» – программа, организованная при сотрудничестве правительства автономного округа и администрации Макеевки. 200 школьников гостят на севере уже третью неделю. Их смена завершится 6 августа. Стерх – это белый журавль. Это его территория, обитание, конечно, хантоматический автономный округ. Но так сложилось в силу разных обстоятельств, что эта птица сейчас находится в Красной книге России и Международной Красной книге. Мы рассказываем о стерхе, и мы надеемся, что те, кто приходят на это мероприятие, становятся сторонниками этой птицы и могут быть приложены усилия по возрождению стерха на территории хантоматического автономного округа. Мне, честно, очень сильно нравится галерея, особенно творчество Сергея Медведева. Меня прямо его картины поразили, прямо в сердечке. Честно, не хочется отсюда уезжать. Просто прекрасный город, Сургут. Нам здесь очень сильно нравится с моими товарищами. Приехав на территорию СВО, Алексей был удивлен. То, что Россия пережила и оставила далеко в истории, здесь процветало. Разруха, бандитизм, беспризорники – все эти явные проблемы местное общество старается не замечать. И глаза закрыты сомнительной идеологией. Мы Европа. О болезни украинства и беспределе на киевской земле смотрите в новом шестом выпуске программы «Разговор на передовой» с Эдуардом Басуриным и особым гостем Натальей Комаровой. Сегодня с 13.45 на телеканале «Югра», а также в телеграм-канале «Югра-солдату». В центре Сургута случайно нашли около 200 археологических объектов. Вообще на этом месте между многоэтажками сейчас идут работы по подготовке к отопительному сезону. Коммунальщики должны проложить трубы, но под землей оказались культурные слои. Археологи ведут так называемые спасательные археологические работы, которым привлекли 11 студентов и школьников. На этой территории удалось обнаружить древние предметы быта, погребения и украшения, которые датируются ориентировочно 17-20 веками. Есть и захоронения. Так исследователи обнаружили останки богатой горожанки, которая была похоронена в головном уборе. Кстати, нередко археологи обнаруживают погребение, где человек с крестом на груди, что свойственно православным верующим, лежит укрытой берестой. Это особенность культуры ханты. Такой вариант креста – это все-таки наиболее старая версия. Здесь, скорее всего, нет распятия, но это будет известно после расчистки. Здесь используется канонический текст, то есть какой мы тоже узнаем после расчистки. Подобные кресты подобного формата, они наиболее новые. То есть это, скорее всего, 19-20 век уже. То есть это наиболее привычная нам версия. Нахождение креста и, допустим, бересты в одном погребении – это свидетельство о том, что культуры смешивались. И это такая грань переплетения культур. Две баржи и катер поступят на вооружение рыбокомбината в Сургутском районе в конце года. Сегодня это единственное в Югре муниципальное рыболовецкое предприятие. А еще одно из старейших в округе. Как рыбоприемный пункт работает с 1937 года. Более 10 лет Сытоминский рыбокомбинат находился в убыточном состоянии. Но в последние годы местным властям удается найти дополнительное финансирование и арендаторов-инвесторов, которые занимаются переработкой на территории цехов. В прошлом году завод получил рекордную для рыбодобычи субсидию из районного бюджета – 10 миллионов рублей. Такую же сумму планируют выделить и в этом году. Расширение флота оценивают в 20 миллионов. Помимо добычи, городообразующее предприятие Сытомина занимается заморозкой, соленьем, копчением, вяленьем рыбы. Добавлю, в прошлом году улов комбината в Сытомина составил 200 тонн рыбы. Действующий флот восхода еще остался в советское время. То есть корабли не моложе 1985 года выпуска. Понятное дело, что они дизельные, они громоздкие, очень высокие эксплуатационные расходы, в том числе и на дизельное топливо, и на содержание. И поэтому было принято решение, чтобы поддержать восход, приобрести уже более современные аппарельного типа катера, к которым можно и по мелким рекам ходить, и соответственно доставлять продукцию. Ну, тот же корабль может находиться некоторое время в действующей, и добывать там рыбу, а на этих боржах аппарельного типа быстрее доставлять уже на переработку. В Югре открыли прием заявок на главные предпринимательские конкурсы. В рамках этих проектов югорские бизнесмены могут получить возможность для продвижения своего дела. Для этого нужно пройти регистрацию в конкурсах «Лучший товар Югры» и «Лидер бизнеса Югры». Это станет отличной площадкой для рекламы бизнеса. Предприниматели подтвердят качество своих товаров, повысят узнаваемость бренда и смогут расширить рынок сбыта как в Югре, так и за пределами региона. Отмечу, что победители проектов получат заслуженное признание и смогут принять участие в национальной премии «Золотой Меркурий». В Сургуте члены молодежной палаты при местной думе развивают в городе два вида волейбола. Вернее, вид спорта один, но соревнования проводят на песке летом и на снегу зимой. Накануне провели открытый турнир, посвященный столетию отечественного волейбола. Смогли собрать 28 команд из Сургута и соседних населенных пунктов. Выявление сильнейших заняло два соревновательных дня. Молодые парламентарии хотят заинтересовать этим очень популярным спортом в Югре как можно больше людей. В прошлом году члены молодежки нашли волейбольную площадку в одном из дворов. Она была абсолютно невостребованной, и молодые люди сами начали регулярно ходить туда играть. Через какое-то время к ним подтянулись юные жильцы соседних домов. В этом году также исполнилось 30 лет с начала официальных соревнований в Российской Федерации по пляжному волейболу. То есть две юбилейные серьезные даты. Что касается молодежного парламента, как вы видите, они проводят пляжный волейбол. Ну, осенью мы планируем провести еще соревнования по зимнему волейболу, то есть на снегу. Поэтому идей очень много, интересных проектов очень много. Мы недавно, кстати, обзавелись мобильной площадкой. У нас сейчас в планах посетить те места, определить новые возможности для нашего города, для молодежи, чтобы мы могли установить, прийти, поиграть для этого удовольствия. У нас сейчас в планах будут, если теплые выходные, на следующих выходных после чемпионата посетить городские пляжи, где просто поставить свою вот эту площадку, поиграть, точно так же договориться, возможно, на следующих, через выходные играть. Либо какие-то территории в городе обозначены, которые больше упор и интерес сделать. В Коммунистическом Советского района появилась «Невесомость». Это один из инициативных проектов горожан. В центре поселения установили новое игровое оборудование – детские качели. Таким образом преобразили прежнюю площадку. Проект «Невесомость» удалось реализовать благодаря победе в региональном конкурсе. Поддержку инициативным жителям оказал и местный лесопромышленный комбинат. Помогли финансово и техникой. Сами жители на обустройство территории для детей собрали порядка 200 тысяч рублей в рамках инициативного проектирования. Мне хочется вообще поблагодарить всех жителей нашего поселка за их неравнодушие, за их неравнодушие сердца. За то, что собрались и всеми силами создали такой прекрасный проект «Невесомость». Наш поселок развивается, растет, как вы видите, облагораживается, становится все красивее. Наша самза – это наш общий большой дом. И поэтому в нашем доме должно быть все чисто, красиво, уютно. Ну вот так, как сегодня. Качели нравятся, настроение хорошее. Качели молодцы, чтобы сделали. Круто. Мне очень понравились, они крепкие, все нормально, выдерживают. Мне качели в общем понравились. Это все новости к этому часу. До новых встреч на телеканале Югра.